Мы долго выбирали тему нашего доклада, да, я остановюсь на таком названии интересном, взломаем здесь тихий контроль пользователей с привилегиями. Наверное, начну с, я свой доклад с удручающей новостей в сообщении СМИ, да, как мы знаем, там 8 марта, 8 марта New York Times пишет в статье о том, что США планируют в течение ближайших трех недель осуществлять ряд кибератак на Россию. Мы знаем, что российские системы, да, но если мы промоделируем и подумаем, то есть если бы я был бы, наверное, хакером, то я бы, наверное, выбрал бы какой-то там субъект. Скорее всего, это было бы точно КИ, да, в сфере топливоэнергетической комплекс или атомной промышленности. Чтобы немножко подлить огонь в костер, да, есть еще одна новость, которую, вы, наверное, помните, в 2019 году один зеленый большой банк Российской Федерации, один человек, да, воспользовался правами администраторов, украл более 5000 кредитных карт клиентов, вот, и сразу же появляется вопрос, то есть кто является угрозой, это внешние пользователи и все-таки внутренние пользователи, да, то есть как мы видим из примера Сбербанка, да, это был просто один человек с правами администраторов. Напомню, что пользователи с высокими привилегиями, да, это обычно у нас это системные администраторы, инженеры-вендоров, аудиторы и подрядчики. Вот, ну, если мы с вами вспомним 2020 год, который от нас пока никуда не уходит, да, что большая часть сотрудников была переведена на удаленку, и абра-кадабра, все внутренние сотрудники, внутренние пользователи стали внешние пользователи. И непонятно, в 2021 году вернутся ли сотрудники в офис обратно или нет, то есть ряд СМИ пишут, что более, там, 30-40% оставится на удаленку, часть даже сотрудников нашей компании, да, останется на удаленке и полностью. Вот, что мы в 2020 году получили, то, что количество удаленных подключений выросло, вот, потенциальные инциденты информационной безопасности также выросли, число специалистов остается прежним, я не знаю, там, в 2020 году, ну, кто-то, кто у сотрудников увеличил штат информационной безопасности? У вас есть? Примите руки, есть такие? Двое, вам трое, четверо, повезло. Вот, скорость реакции, соответственно, инциденты снизилась. От этого появляется, появилось в итоге несколько интересных вопросов, да, это первое, что делать с таким большим объемом данных, как быстро провести расследование и как принять упреждающие меры. Мы видим решение в следующем. Первое, это повышение информативности собираемых данных, включая это с Сенегири, с другими решениями, таких как КИКС от Касперского, и СИМС-позитивных технологий, и ряда с других. Анализ событий с привязкой пользователей, построение цифрового пользователя, и повышение скорости реакции на потенциально возникающие инциденты. На первый взгляд это кажется общими словами, но мы знаем, о чем мы говорим. Наша компания уже более шести лет на российском рынке. Мы умеем работать с большими объемными данных. На примере реальной кейси с 2020 года, одна из промышленных компаний, где более, представьте себе, то есть более трех тысяч учетных записей, более десяти тысяч устройств, более четырех тысяч записей сессий, средняя длительность одной сессии – это сорок минут, и со всеми этими данными нам нужно работать. Что для этого требуется? Первое – это, конечно же, быстрая реакция и прогнозирование. 2020 год показал нам одну интересную такую вещь. Первое – это то, что обеспечение доступа – это не проблема, мы ее решили. То есть нашим внешним пользователям, которые ушли из нашей сети, начали работу удаленно, мы это им предоставили, все классно, замечательно, и они работают. А вот обеспечение безопасного доступа – это задача, да, причем это решаемая задача. Как это делать? Это мы умеем. Контроль доступа с привилегиями – важная и необходимая часть систем. Прошу обратить на это внимание. Мы такие системы уже строим более шести лет, как я говорил. Компания, несколько слов тогда о нас, давно я расскажу, компания IT Bestion. Российская компания, главной офис находится в Москве. Мы российский разработчик системы контроля действия поставщиков IT-услуг. Более ста крупных заказчиков на территории Российской Федерации. Уже только за 2021 год количество проектов у нас в два раза увеличилось, чем относительно 2020 года. партнерская сеть, порядка 60 партнеров на территории Российской Федерации. И, конечно же, наши решения помогают заказчикам соответствовать требованиям регуляторов, да, как соответствовать требованиям регуляторов, да, и, соответственно, выполнять приказы в стек. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова